Здравствуйте! Не так давно в нашем ассортименте появилась новинка от компании Экокамин печь Камин Бавария Панорама Призма с плитой. Я не сразу решился снять обзор на эту печь, ходил вокруг нее порядка двух недель. И сегодня, когда я приехал в наш салон Большой Медведице на улице Светлановская, 50, я все-таки решился рассказать нашим зрителям об этой замечательной печи. Когда направили на нее свет наших прожекторов, эта печь заиграла совершенно новыми красками. Виной этому панорамное остекление, призматическая дверца, у которой размер остекления очень большой. Диагональ всех трех стекол этой дверцы около 70 сантиметров. Рекордный показатель для печей каминов подобного размера. Начнем мы наш обзор, пожалуй, с обычных характеристик. Это все-таки печь Камин, которая рассчитана на обогрев помещения довольно большого объема, до 200-240 кубических метров. Мощность ее 14 киловатт. Первое, что бросается в глаза при взгляде на эту печь, действительно выполнена она очень качественно. Сверху большая чугунная плита, которая изготовлена специально для компании Кокамин во Франции. На этой плите установлены две небольшие конфорки чугунные. И также наверху печи установлен чугунный патрубок для выхода дымовых газов диаметром 200 миллиметров. Печь Камин очень мощная, ей требуется большой дымоход для того, чтобы отводить дымовые газы. Но в этом чугунном патрубке установлен еще и шибер, который регулируется поворотом ручки на задней поверхности этой печи Камина. Вообще регулировка всех потоков, как дымовых газов, так и подачи воздуха на горение, так и подачи воздуха на очистку стекла регулируется очень удобно ручками. И ход у этих ручек очень мягкий. Это говорит о многом. Конструкторы, создатели этой печи, продумали все до мельчайших мелочей. И сделали так, чтобы даже при работе печи в режиме максимального горения, ход этих ручек оставался таким же мягким и плавным. И можно было позволить себе настроить эту печь очень-очень точно. Давайте рассмотрим подробнее топку печи Камина Бавария Панорама Призма с плитой. Ну, здесь уже классическая, довольно большая топка, рассчитанная на большое количество дров. И топка эта сверху закрыта большой рамной дверцей с призматическим остеклением. Остекление состоит из трех стекол. Два небольших вертикальных по бокам и одно большое стекло по центру. Грани у стекол очень качественно обработаны. Стекла подогнаны друг к другу таким образом, чтобы практически не осталось щелей между ними. Топка изготовлена из стали. И она футирована плитами из шамотного кирпича. Причем шамот сделан в Германии специально для компании Эко Камин. Ну, давайте откроем топку. Здесь очень интересная ручка. Не такая, как в большинстве моделей печей и каминов от компании Эко Камин. Качество шамота не вызывает никаких нареканий без каких-либо сколов. Очень качественно проделаны отверстия для подачи вторичного воздуха для дожига дымовых газов. Пластины закреплены очень надежно. И они транспортируются вот именно вот в таком состоянии. Единственное, что вниз укладывается еще пластина из твердого картона, который не позволяет выпасть чугунному колоснику и нижним пластинам шамотного кирпича. Ящик зольника довольно объемный. Его хватит на одну-две долгих протопки камина. Здесь же можем подробнее увидеть две ручки регулировки. Левая ручка отвечает за подачу воздуха для дожига газов, для очистки стекла. Правая ручка для подачи воздуха в колосниковую зону. Здесь также в топке мы можем увидеть в пламя отбойник, который стал классическим для многих моделей печей и каминов. Не только компания Эко Камин. Довольно толстая сталь, которая дополнительно усилена еще сверху уголками, чтобы эту пластину не повело. Такому большому камину требуется довольно много воздуха для горения. И для того, чтобы подать его в нужном количестве, с тыльной стороны печи камина есть патрубок для подключения гофротрубы, которая бы забирала воздух либо с улицы, либо из другого помещения, можно быть даже из подвального помещения дома. И этот воздух был бы использован для горения дров. Подобная схема подачи воздуха для горения используется еще в топках производства Эко Камин. Дверца закрывается очень мягко. Ручка подтягивает дверцу и плотно закрывается. Несмотря на то, что это довольно большой объемный камин, высота его около метра, ширина его больше 80 сантиметров, он не выглядит массивным. И эту легкость ему придают вот эти ножки, которые расположены по бокам печи камина. Под ним большое пространство, ниша, которую вы можете использовать для подсушки дров в зимний период. На тыльной стенке этой печи камина находятся два отверстия, которые предполагают, что в этой линейке будет еще и модификация со встроенным теплообменником. И этот печь-камин можно будет включать в систему отопления небольшого дома. Познакомиться поближе с этим камином вы можете в наших розничных магазинах, в магазинах сети Форнакс. Все его характеристики вы можете узнать на сайте fornax.ru, там же оформить покупку в интернет-магазине. Ждем вас к нам в гости. До новых встреч. Пока.